Эти соревнования уже стали традиционными. Проводятся с 2010 года. В этот раз побороться за кубки и медаль приехало более 150 юных спортсменов со всей страны. Возраст участников от 8 до 11 лет. Старт «Надеж» носит такое название неспроста. Для многих ребят они становятся первыми серьезными соревнованиями в жизни. Я ставлю, конечно, на славу, но гигант тоже попробую отыграться хорошо. На счет гиганта ставлю, в тридцатку попаду, наверное. Славу надо попробовать в десятку. Но пробовать пришлось в не самых приятных условиях. Виной тому мартовские капризы. Яркую веселую церемонию открытия омрачила только непредсказуемая погода. Перед самыми заездами весь склон покрыл сильный густой туман. Несмотря на это, все спортсмены сохраняют боевой дух и готовы показывать хорошие результаты. В этом году сочинцы представили свою многочисленную команду. Как говорят тренеры, за последнее время южные ребята сделали серьезный прорыв в горнолужном спорте. «Россия, грубо говоря, можно сказать, что мы находимся на данном золотой середине. Вот, есть отдельная одарежка, бывает выстрелок первым и вторым местом, но в среднем золотая середина». Все члены сочинской команды активно готовились к соревнованиям. Домашняя трасса дает не только стимул побеждать, но и большую ответственность. Каждый надеется показать лучшие результаты и войти в тройку лидеров. «Я занимаюсь 4 года. Первый раз на этих соревнованиях. Настрой хороший, веселый». «Я хочу выбрать первое место. Старался, очень упорно готовился. Пропускал иногда. Пропускал занятия, но все равно я добьюсь первого места». «Хочу, конечно, первое, но если не повезет, то и второе можно. Вообще есть медали 5. Первые и вторые места». Для покорения сочинских трасс у участников есть два дня. Ребята будут бороться в слаломе и гигантском слаломе. Финальные заезды пройдут 5 марта. Тогда и станут известны имена новых спортивных надежд. Игорь Кырпа, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ